Декриминализация ЖКХ последние полтора года, она является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры. Работа вполне успешная, прокурорам есть что показать. В целом по Уральскому округу удалось обеспечить прозрачность при формировании тарифов на услуги ЖКХ, а также контроль за расходованием бюджетных средств. Однако появляются новые аспекты, о которых раньше мало кто задумывался. В частности, сейчас активно проверяются детские площадки. Поводом, к сожалению, хочу напомнить, послужили трагические события, которые произошли недавно и имели, в принципе, широкий общественный резонанс. Это в городе Кировграде, Свердловской области, Орженикидзовском районе города Екатеринбурга, погибли игравшие на самодельных качелях ребенок, а также подросток, который получил смертельные травмы в результате падения футбольных ворот, которые, к сожалению, не были закреплены. Проверка детских площадок идет по всему округу по поручению заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева. На сегодняшний день проверено свыше 2000 объектов, практически везде обнаружены нарушения. Не секрет, что часть размещенных на них качелей, горок, каруселей были установлены еще в конце прошлого века, в 70-80-х годах. Данные конструкции, как мы установили, имеют высокую степень износа, деформации. В результате длительной эксплуатации без надлежащего обслуживания и ремонта многие из них пришли в негодное состояние и оставались без какого-либо внимания со стороны органов местного самоправления и коммунальных организаций. Зачастую за качелями и каруселями просто никто не следит и, наверное, даже не догадывается, что это необходимо. Между тем, за все, что находится на дворе, отвечает вполне конкретный субъект – управляющая компания. В Свердловской области прокурорами выявлены бесхозные и пришедшие в негодность металлические конструкции во дворах таких городов, как Нижняя Салда, Ревда, Верхотурья. В этой связи прокурорами предъявлены иски о понуждении городских администраций к сносу данных конструкций. Также большое число нарушений в городах Челябинской области. Несколько руководителей в результате повторно выявленных нарушений уже оштрафованы. Но это не главное. В данном случае наказание того или иного лица не самоцель. Задача у нас стоит предельно конкретная – устранить те возможные причины, которые приводят к детскому травматизму. Поэтому здесь, как правило, наиболее действенной формой является обращение прокурора в суд с иском о понуждении ответственного лица, управляющей компании или органа местного самоуправления к устранению вот этих недостатков и, соответственно, последующий контроль. Контроль в меру возможностей следует вести и родителям. Так или иначе, каждый день мы все сталкиваемся, наверное, с этими проблемами в той или иной степени. Поэтому у меня предложение ко всем, значит, жителям округа проявлять активную гражданскую позицию, да, не проходить мимо вот этих вот фактов, которые могут иметь место в ваших дворах или во дворах ваших соседей. Обращаться здесь, в принципе, необходимо непосредственно, наверное, в свою управляющую компанию или в орган местного самоуправления. Если вы не получаете там адекватную реакцию, да, то в любом случае каждый гражданин вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Ну, как я уже сказал, это надо сделать очень оперативно, чтобы не допустить возможности вот таких подобных трагических событий, которые вот имели место уже в Свердловской области.